Всем привет, с вами Ванок и сегодня мы познакомимся с игрой под названием Warriors Rise to Glory. За таким апостом названием скрывается достаточно простенько и я бы даже сказал трэшовая игра, что-то в последнее время у нас вообще многовато трэша на канале, ну да ладно. Данная игрушка разработана компанией под названием Gover Games, ничем до этого не засветившаяся и это по сути классический инди-продукт. И в общем-то и нюшно здесь плет изо всех дыр, начиная с графики и заканчивая геймплеем. Кстати касательно геймплея, геймплей здесь достаточно простенький, по сути это у нас что-то вроде тактической игры, причем тактики здесь минимум. То есть здесь у нас есть некий персонаж, которым мы соответственно деремся с другими персонажами. Чтобы долго не объяснять, на самом деле я просто покажу дуэль. Вот, единственное, что сначала мы прокачаем ситуацию, это много времени не займет. Я вот агилку себе качму, потому что агилка достаточно важна. Вот, окай, поехали в дуэльку и сразу поймете вообще насколько эта игрушка проста. То есть здесь, ну, на самом деле паять ее даже можно без татуариала, хотя я даже татуариал прошел. Итак, начинаем мы вот в таком вот поле, которое у нас проходит слева направо. Вот, собственно, вся наша арена. То есть вот эти плиточки, это и есть места, куда можем передвигаться. Чтобы начать, для начала нам нужно высчитать, знаете, как, я не помню как называется точно эта игра. Что-то из серии, знаете, вот, каждый вытаскивает по спичке, тот, кто останется, вытащит последнюю спичку, тот проиграл. Здесь примерно такая же концепция. Для начала нам нужно пойти так, чтобы делать первый удар. Ну, давайте попробуем через две клетки, к примеру, да, вот. Вот я уже поиграл, в принципе. Я, на самом деле, могу отойти и он... А, ну, он все равно на меня напал, потому что он напал с чарджи. Ну, ладно, тут тоже есть такие моменты. В любом случае, он промазал, атакуем мы. Здесь у нас есть несколько вариантов. Во-первых, можем делать легкий удар. Можем делать тяжелый, ну, в смысле, средний удар. Можем сделать тяжелый удар. Также можем сделать такую прикольную вещь, как развлечение зрителей. За это нам будут сбрасывать всякие плюшки на арену. Ну, и также можем отдохнуть. Отдыхать нужно для того, чтобы восстанавливать стамину. У нашего персонажа есть очки здоровья и очки, соответственно, стамины. Стамин тратится на все действия. Удар, ход и так далее. Видите, я тут уже, допустим, два раза походил. У меня только 16 очков. Противник походил, сделал удар какой-то там мой, что у него 7 осталось, да. Он, скорее всего, в следующем ходу будет пытаться отдохнуть. Ну, и плюс, видите, тут у нас также есть некий такой, некий шоколад. Как это? Скучают до смерти. Видимо, если мы совсем будем плохо развлекать зрителей, то какого-то из персонажей эти зрители, соответственно, приговорят к смерти заранее. Ну, и, соответственно, задача наша победить противника. Для этого мы для начала можем попробовать сделать, ну, допустим... Смотрите, хит шанс с среднего удара 71%, 2-2 урона. У легкого 1-1 урон, но шанс заметно выше, да. Давайте для начала сделаем легкий, потому что, допустим, тяжелый. Он вообще только пополам шанс попасть. Давайте попробуем легкий, у него шанс более гарантированный. И вот мы сняли урон. Он, кстати, нас тоже снял. Причем снял с нас гораздо больше. Давайте попробуем сделать мы. А он увернулся. И он как раз начал эти стамину устанавливать. Ну, вот, попали. Ну, он почему-то снимает с нас несравненно больше урона. Может быть, потому что у нас оружие. Плохенькое. Я, кстати говоря, после предыдущего боя оружие-то новое не брал. А можем... Давайте мы уйдем, короче, с поля битвы. Потому что, честно говоря, не сильно мне это интересно. Мне очень, кстати, интересно. Если нас убьют, то мы начнем заново. Есть такая вероятность. Давайте посмотрим. В принципе, я недалеко ушел. Если наш персонаж помрет, то будет не страшно. Есть у меня такая идея, что здесь концепция что-то из серии, знаете... Домина. Или Домина. Не знаю, как правильно ударить ставить. Помните там, где мы гладиатор тренировали? Там если гладиатор помирает, то все. Возможно, здесь такая же концепция. Похоже. Да, мы создаем нового персонажа. То есть, тот персонаж помер. Но это, на самом деле, не страшно. Тут, в принципе, видите, такая идея, что мы... По сути, участвуем просто вот в серии бит. Можем участвовать в дуэлях, в турнирах, в выживаниях. Тут еще какой-то есть... Ход сид даже режим. Но это, на самом деле, вообще совершенно ни на что не влияет. И заодно я вам, видите, покажу процедуру создания персонажа. Здесь тоже не сильно много вариантов. То есть, вот можно хоть создать гусара из этой серии. Японцы, китайцы, да. Можем создать, как до этого у меня был, глобоглазый блондин. Еще что-то в духе. Ну, давайте на этом, наверное, мы остановимся. Ему сильно заморачиваться. Дальше. Побольше, наверное, здоровья надо. Кстати, а гильди тоже мне плохо иметь, потому что... А где шанс попасть? А, шанс попасть, это вообще не тут даже. Я понял. То есть, нам надо вот это покрачать тогда побольше. А гильди, это что-то на движение. Ладно, короче, это не сильно так важно. Но для начала давайте сыграем с Эмилем, Эмилем. В общем-то, поиграть невозможно. И на Эмилем мы так какие-то бонусы получаем. Окей, поехали. Эмиль, привет. Давайте я пойду на одну клеточку. Вот. Он сейчас, наверное... Нет, смотрите-ка, он быстро не атаковать не может. Так, окей. Мы тебя затыкаем легкими вообще. Легкими тебя с одного удара гнется. Ну, как раз о чем я и говорю. То есть, первый персонаж тупо для кача. Вот. С него мы сейчас меч какой-то подберем. Он нам ведь и деньги предлагает, конечно, соглашусь. И такая шуточка из серии шутки за 300. То есть, игрушка, на самом деле, ну, совершенно глупейшая в этом плане. Кстати говоря, я не сказал сразу о вашем моменте. Я же, собственно, эту игрушку получил на моем любимом сайте для получения ключей. Кей Меллер. Соответственно, просто увидел игрушку там в списке опубликованных. Решил посмотреть. Вот посмотрел, как говорится. Ну, в общем-то, я совершенно не страдаю от этого. На мой взгляд, даже правильно, что я такие игры тоже вам показываю. Мне кажется, это в этом смысле помогает вам тоже жирный изучать, по всему прочему, да. Вот. Давайте мы еще немножко дефенс вложимся. Да, дальше. Инвентарь. Вот. Инвентарь, точнее. То, с чем я ошибся в прошлый раз, наш персонаж с бамбуковой палочкой. Я же сейчас дам ему какую-то заточку. Соответственно, заточка повышает урон. Да. 3-5. До этого у нас там 2-2 было. То есть, это уже сразу проще становится. Мы тут еще можем зайти и что-нибудь купить. Потому что у нас есть деньги. Вот. И, соответственно, повысить нашу защиту. Я думаю, что я так и сделаю. Это что у нас? Броня пойдет. Вот. Броня деревянная типа, да, из серии. Эй, ладно. Homeless Glows. То есть, одежда бездома. Ну, я думаю, что вот такого хватит. То есть, для следующей битвы вполне будет достаточно защититься от каких-то базовых атак. И вот так. Окей. Вот так наш теперь персонаж выглядит. И, конечно, совершенно придурковатым. Окей. В принципе, теперь у нас есть защита. Теперь у нас есть, соответственно, оружие. Я думаю, что мы следующую битву теперь уже выиграем. Но если не выиграем, то я, честно говоря, я не знаю, что делать. В принципе, персонаж, который против нас вышел, он нам проигрывает по всем. Точнее, как, не по всем параметрам. Он нас выигрывает по выдержке. Ну, в смысле, по запасу жизненных сил. Что-то из этой серии, да. По стамине. Он такой более не живучий. А как раз здоровья у него меньше. А как назвать? Ну, неважно. Поехали, короче, в битву. Вот. Тут, соответственно, та же вы видели кнопку. Можно было отступить. Вот он развлекает зрителей. Окей. Ты атаковать собираешься. Так. Мы можем у него чажиться. И, собственно, чаж у нас удался. Мы ему нанесли так атаку, но у нас при этом больше стамина нет. Мы уже попротив ударите. Возможно... Невозможно. А точно. Мы его убили. Ну, вот, собственно, игрушка, я думаю, я вам уже показал. Дальше давайте попробуем посмотрим, что он нам еще предложит. Так. Этот товарищ тоже откупается. Ну, собственно, варианта два. Мы можем отказаться. А можем согласиться. То есть, в принципе... Почему бы и нет? Собственно... Ага. Тут еще разные добивашки есть, да? Надавал по яйцу. Конечно же, очень это смешно. И с таким еще с пафосной музыкой уходит. Ну, это очень понятно. Кстати, вот такой скрешет я видел где-то на... В описании игры. Ну, разработчики любят пошутить сразу. Видно. Я думаю, что им стоит объединиться создателями отечественных комедий. Там примерно такой же уровень юмора. Вот. А мы продолжаем. Так вот, собственно, мы можем... Когда мы проигрываем, мы можем тоже попытаться сохранить жизнь. Если у нас есть деньги, мы можем предложить деньги. Если сопротивник согласится, то он нас пощадит. Мы лишимся некие части денег. Но зато наш персонаж продолжит бой. Ну что ж, давайте посмотрим. Прокачки у нас пока что нет. Что у нас тут есть? Таверна. В таверне интересно, что можно сделать. Я пока что еще не все тут знаю. Не весь функционал. Здесь, конечно, маловато. Так. А, это просто игра. Не, вообще не интересно мне на кубики играть. Ну, в смысле, на деньги в азартные игры. Так. Окей. Тут у нас есть еще оружие. Но оружие у нас пока что не открывается. Потому что у нас маловато агилити, да? А здесь есть, наверное, и другое. Которое нам... Так. А тут что? А тут не хватает денег. Причем совершенно немножко не хватает. Можем что-то продать. Можем, кстати, себе купить лук попробовать. Там есть... Кстати, да. Наверное, я давайте куплю лук. Точнее, не лук, а рогатку. Потому что здесь можно использовать оружие дальнего боя. И я думаю, что это тоже будет довольно интересный элемент игрового процесса. Так. Ну что, попробуем посражаться. Посмотрим, что... Кого? Кого у нас тут будет? Тут, в принципе, тоже слабенький. Вот как раз против него сейчас и выступим. Он, кстати, без брони практически. Вот это не знаю. У него на голове это прическа или броня? Так. Окей. Эм... На самом деле, можем сейчас... Так. Ага. Я переключил случайно как раз с лука. Ну, давайте в следующем бою попробуем. Ты увернул 78%. Ничего себе ты монстр. Вот. У него, кстати... Да, есть тут какая-то броня. Вот. Мы его сейчас добьем. Я-то в следующем бою уже попробую... Начать оружие в дальнем бою. В принципе, это логично, что он начинает с лука. Это как раз правильно. Окей. Нам нужно стамину установить немножечко. Интересно, кстати. А броня, которую она ломает... Она... Совсем ломается? Или она восстановится по собой? И по луке данной игры... Должна, наверное... Поломаться. Ох, как хорошо. Мы его добили. Вот. Ну, если сломать... Конечно, так не напасешься мне денег. Давай, давай. Откупайся, мужик. Мне нужны деньги. Не... Ну, зачем ты хочешь себя дать? Вот, скажи мне. То есть, у тебя денег нет совсем, что ли? Так. Так. Я... Так. Мы, соответственно... Смотрите-ка. Если мы его пощадим... Точнее, если мы его убьем, то мы получаем некий... Солдшар. Ну, давайте попробуем. Мне кажется, что это типа а-ля сейв какой-то. То есть, чем больше ты противников именно убиваешь, казнишь... Тем, возможно, у тебя больше каких-то там, не знаю... Свойств... Собственных... Жизней бывает. Или что-то из этой серии. Я не знаю, что такое Солдшард, на самом деле. А, вот. Видите? Это не сохранение. Это, короче... Набираешь нужное количество Солдшардов и получаешь бесплатно атрибут. Окей, окей. Поехали. Дальше, смотри. Что у нас тут теперь будет? Ну... По-моему, у нас экипировка сохранилась. То есть, это немножко упрощает жизнь. Дальше. Наверное, мы немножко еще атаку прокачаем. Силу. Защиту. Ну, и выносливость немножко. Выносливость здесь тоже важна, на самом деле. И пренебрегать не стоит. Окей, открылись у нас некие скиллпоинты. Что тут нам дает? Домаич уменьшает урон нам, наносимый от оружия дальнего боя. Additional. Постов. Мы отдыхаем, больше урона наносим. Если мы... Кладем противника на колени. Вы можете стать каким-то таким приключенцем. И не знаю, что это дает, но ладно. Дальше. Critical Strike. Кстати, прикольная, наверное, вещь. Cold Digger. Так. You charm. The arena is possible to ignore you. Ну, короче, давайте вот это, наверное. Мне кажется, самое полезное для боя. Сейчас это вот этот скилл. Дальше. Заходим. В шоп. Что у нас здесь еще есть? Я так... А, вот здесь можно прокручивать же. Покупать что-то себе лучшее. Вот. Купить себе можно броню, можно себе купить оружие. Да, в принципе, тут открылся... Мы что открыли? Мы открыли за силу, да, оружие. То есть вот, допустим, у нас есть такой топор, который по сравнению с нашим ножичком он дает нам больше урона. Давайте купим, на самом деле. А мне интересно, я сейчас могу это продать? Ну, продать... Продам я его... Ой. Тут можно сейчас так переключать. Продать я его, в принципе, могу, но он будет совершенно дешево стоит. Кстати, интересно, как... А, вот так. Вот с правой кнопкой. Немножко не... Хотел сказать неадекватный. Ну, скорее, не интуитивный интерфейс. Вот. И, соответственно, вот наш персонаж теперь крутить тебе нельзя, да? Находится с топором уже. Давайте... Кстати, у нас открылся режим survival. Давайте попробуем еще один дуэль. Посмотрим, что там... Чем-то закончится. Вот. Единственное, что, конечно, наверное, броню нам будет прикупить. Потому что, я смотрю, уже противники получше стали. Позащищенней. Ну, он с ножичком. Я с топором. Окей, поехали. Заодно сейчас попробуем сделать выстрел. В принципе, здесь особенно надеяться не стоит. У нас рогатка. Это, как бы, ну, совершенно ни о чем. Хит шанс... Что, со штрафом? Но мы... Мы ему сняли броню немножко. Он увернулся. Стрелять или взять деньги? Я быстрее он. А сейчас я попробую... А, он сейчас деньги возьмет, да? Ну, ладно. Не страшно, на самом деле. Так, мы, кстати, можем пнуть. То есть, он назад отскочит немножечко. Что у нас? У нас, кстати, хороший достаточно шанс попадания основной атакой. Мы, наверное, сейчас и будем пытаться бить его. В принципе, у него тут... Он, правда, сейчас стамину установил. Но это не страшно. Для нас... Нам... Главное, что он здоровье не становится. Ох, спасибо. Ты мне дал возможность взять стрелы. Окей. Мы, наверное, сейчас отдохнем, пока есть такая возможность. Окей. Окей. И, по-другому, медиуму, да, на мой взгляд, самый сбалансированный сейчас. Мы здесь можем ударить обычным. Потому что тут сейчас у него здоровья осталось настолько мало, что мы его добьем обычным. Собственно, что я и сделал. Я даже уже сделал, а только договаривался, что я делаю. Окей, окей. Че ты там? Че ты там? Деньги предложишь? А тут, кстати, ты берешь, скажи мне. Так. А ты тут... Солдшарт или деньги? Солдшарт или деньги? Солдшарт. Ну, раз... Предлагает. Я все-таки сейчас, наверное, куплю броню. Клево, да, мужик. Еще раз ты нам показал. Видимо, тут добивашек не так уж и много. Потому что, собственно, разнообразия в этой игре особенно ждать не стоит. Окей, окей, окей. Ладно, смотрите. Сейчас мы, наверное, купим броню какую-нибудь получше. И еще, может, чуть-чуть отыграем. Потому что я понимаю прекрасно, что у этой игры запасы для ее показаний совершенно минимальный. Вот, собственно, я думаю, что вы уже посмотрели и сказали, что за ерунда. И уже, наверное, ролик этот выключил. Вот. Да привет, привет, что ты мне рукой машешь. Давайте, наверное, еще посмотрим. Можно, в принципе, с Survival попробовать зайти. Возможно, там что-то будет тоже интересное. Так. Что у нас тут есть по броне? Так. Смотрите-ка. Мы можем купить за 480. Это дает... Это вообще... На что вешается? А, ну понятно. Вот заменяется на это, да? То есть, нам, в принципе, есть разумный смысл взять сапоги. Потому что сапогов у нас просто банально вообще нет. Ой-ой. Сейчас, стоп. То есть, я так понимаю, что здесь броня... Хотя, не факт. Возможно, броня тут как-то... Хотя, нет. По идее, не должна. Потому что броня... Здесь нет возможности убить по разным частям тела. Скорее всего, тут просто вот общая броня складывается. И все. То есть, на этом заканчивается. Давайте, наверное, мы сейчас попробуем. Так. Ну, еще раз. Дуэльку. В игре. А потом уже, наверное, с Сюрвайвел. И там... Просерем ваши пассажеры. Не прострем. Мне не страшно, на самом деле. Так. Что мы имеем? По-моему, мы все еще лучше его. То есть, у него хорошая отделка. Явно хорошая. Но зато у него сила на минимум, да? У него нет речь дамага. У него хороший урон. Миля. Мы начнем с того, что будем его бить стрелами. Это очевидно. Ой. Ой. Не начнем мы его бить стрелами. У нас как совсем... Блин. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это было... Это... Это... Это вот это плохо. Это совершенно плохо. Потому что зря я его кикал. То есть, он сразу подошел. Но он, правда, начал спать. У нас есть еще шанс. Окей. Спамим, как и раньше. Медиум мы атаким. Тем более, что он промазал. Это очень хорошо. Ну, нет. В принципе, нормально. Сейчас... Как раз легким даром мы его добиваем. Отлично. Но... Я, честно говоря, не ждал, что он так близко начнет. Это, кстати, надо тоже учитывать. Может быть, кстати, игре вообще есть смысл снять тогда раньше. Виапонт. Потому что, видите, иногда... В отличие... Нет. Я не буду. Я возьму что-то шарку за ним уже. Вот. Мне кажется, иногда наоборот просто играет. Честно говоря, мне кажется, что это не совсем сбалансированный подход. Я не знаю, честно говоря, вообще, балансировали ли разработчики эту игру в принципе. Ох, мы тут что-то прокачали. Такие спецэффекты пошли. Мне кажется, что на самом деле разработчики особенно не запарились над этим проектом. Вот. Ну-ка, и чё ты теперь нам дашь возможность прокачать? У нас же нет ничего. А что тогда мы прокачали? Ну, вот. У нас есть одно очко этого соутшарда. А прокачать мы ничего не можем. Возможно, что у нас... Не знаю, честно говоря, почему, но прокачка недоступна. Вот. Я давайте-ка сниму эту рогатку. Сколько ты там стоишь? 91? Продам тебя. И куплю я лучше какую-нибудь защиту, если нам, конечно, деньги позволят. Чё можно взять? Можно взять... Броня, по-моему, стоит копейки, которая на тебя есть. Ну, да. То есть мне, наверное, не хватит. 490 будет. А это стоит... Кстати, хватит, на самом деле. Вот если я вот эту куплю. То есть я вот это, смотрите-ка, вот так делаю. Продаю. Надеюсь, я сейчас не лоханусь. По идее, не должен. Идея, вроде я рассчитал. Да. Надо сейчас случайно не продать. Вот такой у нас получается БДСМ-персонаж. И думаю, что давайте попробуем, типа, survival. Я не знаю, что это нам даст. Написано, в общем, сюда только настоящие воины приходят. Есть... Ага, есть, собственно, плата за вход. Вот такая вот фигня малята. Ну, давайте тогда придем еще один бой, сыграем. Да и все, на этом мы закончимся. Я особо не хочу напрягаться. Игрушка, на самом деле, такая... Знаете, я не скажу, что прям совсем ужасная. Потому что вот, допустим, с точки зрения того, что... Эх ты, ты чаркался-то, бах. С точки зрения, допустим, вот как бы какого-то основ Горпоцесса, здесь, на самом деле, все не так плохо. То есть я вот играю и, в принципе, так и забавно. Я понимаю, что прекрасно, на самом деле, что это... Долго не промазал. Ты это сделал специально, да? Я уверен, что ты это сделал специально, чтобы встать на ловушку. Прям... Я не знаю, какой еще... В чем прикол еще был, но... Так... Я лучше тоже отдохну. У нас будет такой бит. Так... Так... Ээээ... Давайте сделаем, попробуем вот так. Интересно. Ну, он особенно умом не страдает, как говорится, да? То есть он просто пошел и... Эээ... Встал на эту вот фигню, а мы тебе за это... Правда... А, ловушка сзади нас, которая пропала. То есть он... И все. Я не знаю, в чем был прикол. Ну ладно, давайте подойдем. Ты еще продолжаешь гореть, да? Эээ... Окей, чарнемся просто у него. И добьем. Вот как так. Вот противник какой-то вообще ни о чем был. Так вот, чего я начал говорить-то? Собственно, игрушка, на самом деле, не такая уж и ужасная, на самом деле. То есть здесь есть какие-то, как представляется, такие довольно интересные моменты, связанные с действительно необычными механиками. То есть, да, в основе свои они, конечно, примитивны совершенно. И надолго они тебя не затянут. Ну, как будто, так сказать, поржать, посидеть полчасика, мне кажется, сгодится. Я это, на самом деле, не смотрел, сколько игрушка это стоит в стиме. Хотя, в принципе, он не открыт. Посмотрим. 211 рублей со скидкой. Вот. Ну, собственно, на тот момент, когда вы, скорее всего, будете смотреть видео, скидка уже закончится. Поэтому, скажу полную, это 249 рублей. На самом деле, мне кажется, что для этой игры это даже немножко многовато. Мне кажется, что эта игрушка, знаете, стоимость где-то на рублей 100. Вот. На ту даже какой-то квест дали. А, давайте. А, собственно, у нас обмануло деньги, я понял. В общем, игрушка специфичная, игрушка необычная. Игрушка надолго точно не затянет, которая вряд ли вам предложит что-то, кроме того, что вы сейчас увидели у меня на канале. Вот. Но, в целом, вот, в общем-то, разработчики хоть постарались что-то придумать действительно необычное. Не сделали очередной, допустим, какую-то там выживалку. Тоже уже, на самом деле, в этом плане чем-то хорошо, что они постарались делать что-то свое. Ну, а насколько она лично вас цепляет, уже решайте сами. Ну, а с вами был Иванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал. И всем удачи!